Порой возникают такие социальные ситуации, на которые может или должен реагировать врач моей профессии. Я психотерапевт, психиатр, и странная история, разворачивающаяся вокруг вроде бы начинающей панк-группы, которая именует себя Паси Равец, само название это по себе представляет собой некоторое хулиганство. Такие вот кошечки-хулиганки, а точнее сексуальные кошечки-хулиганки. Мне кажется требующим такого рода комментария. Сама реакция общества, которая следует в ответ, мне кажется в равной степени хулиганской. Давайте попробуем эту историю, ну как-то рассмотреть повнимательнее. Сам по себе поступок девушек, несомненно, является хулиганской выходкой. Я думаю, что абсолютно никто в этом, собственно говоря, и не сомневается. В том числе и сами девушки, раз уж они себя так и назвали хулиганками. Вообще надо сказать, что хулиганство такого рода является фирменной эмблемой, что ли. Не только панк-рока, который по сути своей и появился, как хулиганствующий рок, но и всего современного искусства в целом. Если уж мы пытаемся осуждать девушек из Паси Рая, то в общем это значит, что мы должны столь же сурово осуждать какую-нибудь, например, арт-группу «Война» вместе со всеми их знаменитыми в последнее время акциями. Ну, например, типа огромного полового члена, который они изобразили рядом со зданием ФСБ в Санкт-Петербурге. Собственно говоря, вот в этом хэппининге, так это правильно называется, или перформансе, можно легко углядеть общее направление, тенденцию современного искусства. Тенденция эта сводится к самому обычному подростковому поступку. Между прочим, я думаю, хорошо знакомому, ну, очень многим, подавляющему большинству нашего населения. Это все тот же самый половой член, нарисованный где-нибудь на заборе. Ну, например, по маршруту следования пригородных электричек. Он нарисован вместе со соответствующими словами, таким образом, чтобы все проезжающие на этих электричках граждане этот рисунок наблюдали. Зачем? Очень многие из нас в детстве нарисуют хулиганские слова на заборах или вырезают не менее хулиганские рисунки. Я думаю, что это понятно и никаким секретом не является. Мы это делаем для того, чтобы заявить свою значимость. Подростки это делают для того, чтобы заявить о собственном существовании. Мир взрослых, особенно в нашей стране, это мир абсолютно непроницаемо занятых людей с серьезными лицами. Папа и мамы, но самое главное не папа и мамы, а общество, культура, которая окружает современного молодого человека, говорит ему примерно следующее. Ты нам не нужен. Здесь все места заняты. Все твои амбиции не имеют никакого значения. Нате вам значение, рисует молодой человек. Я есть, я существую, я хочу заявить о себе. Почти каждое такое заявление можно расценивать как хулиганство. И более того, вся проблема заключается в том, что все современное искусство в этом смысле хулиганством и является. По крайней мере, оно точно как поосирают, несет на своем стяге этот самый знак хулиганства. Обратите на меня внимание, любой ценой, какова эта цена? Ну, по сути, эта цена всегда одна и та же. Мы пытаемся заявить о себе в подростковом возрасте, там, где прилегает черта общественного запрета. Вот это вот черта приличия или тенденция культуры. В чем заключается первый шаг человеческого творчества? Вот этого самого самостоятельного творчества? На самом деле, он, к сожалению, у нас у всех в детстве заключается в отрицании. Мы говорим, нет, ты должен себя вести вот таким-то и таким-то образом, нет. Ты должен надеть вот эти штаны или вот эти колготки, которые тебе тянут и жмут. Человек, маленький человечек, отвечает, нет. Собственно говоря, по большому счету, именно это и происходит. Можно ли сказать, что группа Pussy Riot является панк-группой? Ну, вообще говоря, конечно, нет. Потому что я принадлежу к числу, ну, если не поклонников, то, по крайней мере, людей, весьма лояльно относящихся к панк-року. Это, по большей части, чрезвычайно интересная музыка. И взрослые должны научиться это понимать. Судя по болтающемуся в интернете клипу, говорить о том, что эти девушки играют панк-музыку, нельзя. Это остается всего-навсего вызовом, брошенным общественному мнению. Мы тоже существуем. Вас наплевать на нас, на то, что мы никак не можем устроиться в жизни, на наших детей. Вы создаете общество клановых отношений, в котором взрослые воруют и крышуют друг друга. А мы, мы поем песни протеста. Мы бросаем вам вызов. Вот, собственно говоря, весь рок, который сыграли девушки, искусством он не является. Может быть, самая страшная беда современного искусства заключается в том, что оно ограничивается этой подростковой попыткой сказать «нет» вместо того, чтобы делать искусство. Это понятная и отнюдь не уникальная точка зрения. Самое удивительное и самое характерное для нашего общества, и все время именуем это, например, православием или, еще хуже того, христианством. Очень хочется объяснить, почему я так чувствую. Вся беда в том, что и мы, взрослые, тоже не можем выразить себя иначе, как через суд, запрет, наказание. В общем, через некоторую месть хулигану. Когда маленький ребенок, это я про себя, потому что это мои детские воспоминания, когда его заставляют одевать колючие советские шерстяные колготки, вдруг начинают кричать «нет, ни за что, я их не одену, мне в них неудобно, они мне жмут». Если мама потребует от ребенка «нет, я сказала, одень колготки», или того, лучше, насильно повалит его на стул, натянет на него эти колготки, то желание выражать протест сохранится. При каждом следующем надевании чего-то похожего, ребенок будет брыкаться и кричать «нет», только в том случае, если мама скажет «нет, хорошо, вот тебе еще несколько вещей, выбери сам, что ты оденешь». Ребенок в следующий раз не будет реагировать на какие-то мамины слова через протест. Дело в том, что в этом случае милосердие оказывается чем-то неожиданным, тем, что вмещает в себя протест и заставляет человека каким-то образом развиваться. «Совершенно очевидно, цель деятельности девчонок никакому искусству отношения не имеет. Они рисуют вот это самое неприличное слово на заборе. Они хотят значимости, они хотят, чтобы их заметили, они хотят, чтобы о них заговорили. И смотрите, самое интересное, что они этого добиваются. Добиваются и делают это легко. Журналисты, списки новостей переполнены информацией о них. Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное в том, что в интернете, в социальных сетях появляются тысячи подписей. Я боюсь сейчас соврать цитату, но эти подписи совершенно стандартные. Они заключаются примерно в следующем. Я согласен с песней по Сериод. Прошу считать меня хулиганом. Я готов понести соответствующее наказание. Я не стану, дорогие господа православные, напоминать вам слова Нагорной проповеди. Не судите, да не судимы будете. Я лучше вас спрошу. Скажите, пожалуйста, а вы в детстве не брыкались, когда на вас надевали колготки? А вы не писали хулиганских слов на асфальте и заборах и ни в чем подобном не участвовали? Вы правда не хотите и не можете узнать в поступке девчонок себя в детстве? Самое ужасное, почему я решился вообще говорить эти слова, заключается в том, что вы, уважаемые господа, обязаны это делать. Мы, потому что я тоже крещён в православии, хотя я сижу в белом халате совершенно сознательно. Вы же помните, конечно, историю у Иоанна о том, как фарисеи привели к спасителю женщину, взятую в преливодеянии. И как фарисеи провоцировали его и говорили, Моисей в подобной ситуации велел побивать камнями. И помните, конечно, что ответил Иисус, кто из вас не без греха, пусть первый бросит на неё камень. Конечно же, историю из Нового Завета можно продолжать до бесконечности, поскольку это одна из основных его мыслей, возлюби врага своего. Я же не про врагов. Я, в общем, про детей нашей цивилизации и культуры, которые так чувствуют нас и в том числе нашу веру. А вы, уважаемые господа, никогда не задумывались о том, что если бы в ответ на рок в храме девчонкам бы поаплодировали и сказали, что они нашли не то место для протеста, что существуют христианские храмы, в которых играют рок и поют госпелы, но это протестантские храмы, может быть, им стоит обратиться туда? А если уж они пришли сюда, то, может быть, они примут участие в общей молитве, потому что если бы кому-нибудь из прихожан великого храма, да, построенного в память о жертвах войны 12-го года, пришло в голову проявить вот то самое милосердие с самого начала, девчонкам нечего было бы сказать, ну просто нечего. А теперь они, вне всякого сомнения, получат то, чего меньше всего хотелось бы, наверное, подписывающим бесконечные письма с призывами судить и их людям, которые называют себя православными. Они получат известность, они получат статус жертв, и на их легальные или нелегальные концерты будут сходиться тысячи людей, которые поддерживают их в интернете. Вы этого хотели? Вы этого добились? Самое страшное в нашей жизни заключается в том, что мы никак не умеем проявлять себя сами ни в чем, кроме вот этого самого осуждения или суда. Помнитесь, люди, вы где обнаружили врагов? В девчонках-хулиганках с неудавшейся жизнью? Так они ваши дети. Вы оглянитесь вокруг. Почему вы стали православными? Это что? Такой вариант коммунистической партии, членство в которой дает право судить врага? У вас нет впечатления, что мы забываем, в чем заключается наша вера? Что в ней самое главное? У меня уже довольно давно впечатление, что люди приходят в церковь для того, чтобы получить право свысока смотреть на других, оценивать их, судить. Уважаемые господа священники, разъясните мне, пожалуйста, может быть, я что-то не понимаю. Разве это не один из самых страшных грехов? И разве не долг пастырей и духовников учиться бороться с гордыней? Меня иногда удивляет и страшно удивляет, что я врач, которого люди требуют диагнозов, определений, окончательных определений своей души. Стараюсь их избегать. А православный человек, пастырь которого Иоанн Кронштадтский говорил, определить – это все равно, что проклинать, входя в церковь, пытается почувствовать свое преимущество над другими. Вы никогда не обращали внимания на то, что человек вдруг становится подчеркнуто православным, тогда, когда, по его мнению, он сталкивается с чем-нибудь или с кем-нибудь неправославным. А если учесть, что в среднем, в православном приходе, наверное, не очень много абсолютно святых людей, которые вели абсолютно святую жизнь, то весь вопрос-то не в девчонках, а в нас с вами, в том, почему мы можем почувствовать свою значимость не в любви, а в суде. Каким образом православный пастырь, православный, может призывать собирать подписи к суду, не над ними, а вообще, в частности, к любому суду? Мы как-то начинаем забывать, что определение врагов народа – это модель Сталина, а вовсе не православная модель. Мы что-то болезненно перепутали в душах, и мне кажется, что это безумие. И что, то, что я сейчас произношу, это как бы какая-то великая тайна для православного верующего? Конечно, я врач, и поэтому я давний сторонник Мишеля Монтейн. Это Монтейн, насколько мне известно, первым в европейской культуре заявил, что не может быть искусства, не заботящегося о своем зрителе. Что искусством или творчеством мы можем называть только то, что заботится о красоте души и душевном покое читателя. Он так относился к книгам. Конечно, с этим можно спорить. Но и сегодня, и сейчас бывают совершенно удивительные и замечательные перформансы. Меня просто потряс коллективный танец на смотровой площадке Ленинских гор, который случился в начале марта, о котором сейчас говорят в интернете. И как-то ужасно приятно, что исполнители, заказчики этого танца абсолютно неизвестны. Но идет такой грязноватый московский снег, и на этом фоне потрясающий коллективный танец как будто дарит энергию и нашему старому городу, и тем, кто участвует в этом, и тем, кто это видит, для того, чтобы такое искусство стало возможно, его зрители, вот как эти зрители на площадке на Ленинских горах, должны его принять. А для этого нужно научиться не судить. Нужно научиться принимать в себя, между прочим, и хулиганские выходки своих собственных детей. Мы же ведь так это делаем. Очень непросто вселить в сердце человека веру, а уж тем более подарить ему веру. Мне кажется, что ведь точнее всего Тальков. Мне тоже очень хочется выпить на дни рождения страны, вернувшейся с войны. Продолжение следует...